Любишь кататься, люби и саночки возить. Говорится в русской пословице, которая очень подходит к тем, кто является счастливым обладателем автомобиля, но постоянно озабоченным его ремонтом. Предприятий по починке машин в Московском районе достаточно. На учете в налоговой инспекции состоит 165 субъектов хозяйствования. От них в казну государства в 2013 году поступило свыше 2,5 миллиардов рублей. Но и нелегалов в этой сфере хватает за 5 месяцев 2013 года. В рамках 15 плановых и 6 оперативно-рейдовых проверок выявлены нарушения действующего законодательства, а сумма административных штрафов составила порядка 11 миллионов. Наша инспекция за 5 месяцев 2013 года провела 6 мониторингов по субъектам хозяйствования, которые оказывают услуги по ремонту автомобилей. Практически у каждого субъекта хозяйствования выявлены нарушения. Составлены соответствующие административные взыскания, что привело к поступлению в бюджет более 4 миллионов рублей. Автосервис Big Service Oil не попадает под разряд неблагополучных. Внутренняя политика руководителя предприятия и его соучредителей просто не позволяет действовать в обход законодательства. Поэтому все ладится и клиентов более чем достаточно и качество гарантированное. А самое важное, все законно. Именно это качество, по мнению главы компании Big Service Oil Николая Поборцева, а бизнес, кстати, семейный, является первой ступенькой от маленького предприятия к большой фирме. Стремление, наверное, к чему-то, что-то доказать себе, что что-то мы можем. Большой плюс у нас, что это, в принципе, семейный бизнес, то есть каждый друг другу помогает. Вот. То есть вся семья, в принципе, трудится на этом поприще. Естественный успех, потому что выполнять законы, платить налоги, спать спокойно, то есть чтобы все было как бы спокойно, тихо и без нервов. У Николая Поборцева всегда все в порядке, говорит сам глава автосервиса, но при этом постукивает по столу. Все критерии, по которым делают анализ деятельности субъекта хозяйствования, как налогоплательщика, соблюдены. А они критерии достаточно серьезные. Безусловно, инспектора отдела учета проводят анализ, по которым основные критерии для этого случая. Это объем выручки субъекта хозяйствования, своевременная уплата платежей в бюджет, отсутствие нарушения законодательства и показатель заработной платы в данной отрасли. Но, несмотря на все предупреждающие и профилактические мероприятия, со стороны налоговых инспекторов незарегистрированный бизнес в сфере ремонта автомобилей процветает. За пять месяцев текущего года сотрудниками нашей инспекции установлено 10 граждан, которые непосредственно оказывали данные услуги и не были зарегистрированы как субъекты хозяйствования. Они не уплачивали налоги и, соответственно, никаких документов, подтверждающих по факту выполненных работ, гражданам не предоставляли. По результатам проведенных контролев мероприятий был наложен арест на два гаража, которые составили общей стоимостью около 250 миллионов рублей. А два физических лица привлечены к административной ответственности. Сумма административных штрафов составила порядка двух миллионов рублей. Семь граждан, допустившие нарушение впервые, предупреждены. Рыба ищет, где глубже, человек, где дешевле и обращается к чудоумельцам по максимально низким ценам, вам отремонтируют авто с минимальными гарантиями качества и без каких-либо подтверждающих документов. В конечном итоге получается медвежья услуга. За первым ремонтом следует второе, потом еще и еще, ведь о технической исправности четырехколесного коня все равно следует заботиться. Случаев жалоб на кустарный ремонт все больше. Реально мы сами боремся с этим, то есть мы как бы не приветствуем ни гаражей, ни частных вот этих вот, ну, нелинцензионных работ, потому что машина, автомобиль это, скажем так, средство, которое, ну, должно работать после ремонта. Там не должно ни подвеска отваливаться, ни колеса отваливаться. Много очень случаев есть, когда приезжают, делают ремонт и потом очень большие неприятности случаются. Я считаю, что надо обязательно, чтобы было все это легально, сертифицировано и чтобы профессионалы работали на этом бизнесе. Бдительное око налогового инспектора не дремлет. Потому осуществление предпринимательской деятельности без регистрации по принципу «авось пронесет и вдруг повезет» зачастую приводит к определенного размера дыре в семейном бюджете. Помните об этом и лучше не рискуйте.